Господа, но то место, где мы живем, называется Урал. А на Урале, извините, пожалуйста, зима сколько времени длится? Так вот, эта зима будет длиться 6 месяцев. Потому что этот сюжет мы прямо в середине ноября снимаем. И уже хороший снег. Но если есть хороший снег, у нас есть желание покататься. Так вот, но для покатушек мы вам выбрали замечательное место. Магазин Стелс на Жуково, 19. Итак, мы говорим о зиме. А для нас зима – это время катания. Так что прокатимся со Стелсом. Отдельная часть – это тюбинги. Нигде ранее я не видел количества тюбингов. Вот сегодня и сейчас в Стелсе их очень много. Причем тюбинги – очень хорошая штука. Потому что вы же везде катаетесь, да? И вы можете сесть и на Банное, и в Абзаково. И там, прицепившись, ехать уже на своем тюбинге. Тюбинг хорош, жалко, что не наш. Но наши – это ледянки. И круче, чем в Стелсе на Жуково, 19 я не видел. Да это, конечно, очень клюво. Мы просто с сыном покатались на ледянках. Покатались на ледянках в Абзаково. И вот на такой штуке, вот на такой штуке он был просто бесподобен. Она катится гораздо круче и дальше, чем остальные. И эта штука тоже есть здесь, в Стелсе. А еще вот эту тему я любил с детства. Простите, но любовь свою я купил только когда мне стало под 40. Ах, какое детство у меня было. Так вот, моя любовь с детства. В свое время я их называл Чук и Гек. Любовь моя с детства к таким штукам, к снегоходам. Ну, не снегоход, это такая штука, она управляемая, понимаете? И у нее даже тормоз есть. Она у меня началась с трех лет. И именно тогда, в три года, это было в поселке Таежный, мне в первый раз это дело показали. Потом я просто всем выносил мозги, говорю, дайте, 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 дайте. Ну, не получалось это дело, представляете? Но сегодня и сейчас. И вообще, купив эту штуку, мы прекрасно понимаем, что это то, что доктор прописал, потому что человек-то умеет ездить. Ох, как он ездит! Ну, по сути, мой сын управляет автомобилем с возраста 6 месяцев. Зато как круто он рассекает на снегоходе то и повороты, и тормоз. Ну, естественный вариант, да? То есть, пока у вас ребенок еще маленький, он тоже должен на чем-то ездить. Ездить сейчас на детских колясках, это как-то, ну, не совсем правильно. Потому что, ну, извините, 6 месяцев у нас будет лед, и снег, и все остальное. Оптимальный вариант все-таки вот эти штучки, которые вам предлагают либо ребенка укутать, либо, ну, если это старший вариант, просто прокатиться. Причем на некоторых штуках вы можете кататься, и это круто, потому что это, ну, сногсшибательная штучка. Особенно такая штука сногсшибательна на длинной трассе. Потому как опоры мелкие и катятся на дольше, чем дюралюминиевый сплав. А вот эта штука называется коньки. И я так понимаю, что в скором времени мне и сын тоже скажет, когда я буду на коньках кататься. Но вы понимаете, что в этом году у нас зима будет большая и длинная. И я надеюсь, что в скором времени, в скором времени катки будут во всех местах, где есть эти штучки. Ну, где обычно люди в хоккей играют. Площадки, да, хоккейные площадки. Вот. И естественный вариант, зачем куда-то ходить, когда что-то можно делать прямо рядышком с домом. Но коньки можно купить здесь, в стелсе. Это, конечно, круто, но давайте подождем. Я-то знаю, как с ним хлопаются. Чуть позже и прокатимся на коньках. Но вам понять-то надо, где есть все и для зимы, и для лета. В стелсе. На Жуково, 19. То, что вы хотите, и это только здесь. Потому что, ну, здесь, во-первых, шикарный выбор велосипедов, это раз. Ну, и для зимы-то тоже. То есть я вам, в принципе, показал все. Но и для себя я тоже кое-что не забыл. Вот такую штуку я куплю сегодня и сейчас моего ребенка. Потому что я понимаю, что он тоже любит кататься. Как и папа в том числе.